Закон Моисеев Много говорит о законе, много говорит о таре И в частности он говорит о том, что закон может сделать и что он не может сделать Что делает закон? Закон, во-первых, отделяет Израиль от других народов Закон также одновременно с этим он дает Израилю стандарты правильного, благочестивого поведения Той жизни, стандарты той жизни, которая соответствует уровню, стандарту народа Божьего И закон также при этом осуждает того, кто нарушает эти стандарты Он осуждает преступника и тем внушает страх И посредством этого страха закон отчасти сдерживает грех Или сдерживает потенциальных преступников Закон также косвенным образом, и об этом мы говорили в одной из предыдущих программ Он подстегивает грех Как это, может быть, не странно звучит Мы понимаем, что когда мы сталкиваемся с заповедями, запрещающими нам что-либо То в нашей греховной природе срабатывает такая рефлекторная реакция на запретный плод И реакция эта бунтовская, умом мы прекрасно понимаем, что хорошо, а что плохо Что надо делать, а чего делать не надо Однако тяга к плохому, которая сидит в нас на каком-то очень глубинном уровне Пересиливает то понимание, которое мы имеем о добре и зле И что получается, мы грешим, то есть мы нарушаем заповедь И подписываем тем самым себе смертный приговор И именно это Павел имеет в виду, когда он пишет, что Когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер Это то, что делает закон Теперь, чего закон не может сделать? Он не может нас с вами спасти Или, ну если говорить, сам закон он неодушевленный Наше чтение закона, наше изучение Тары Наша попытка своими, исключительно своими силами соблюдать заповеди Тары Все это не дает нам с вами жизни вечной То есть заповеди Тары не входят в наше сердце Или, то есть мы не можем сделать так, чтобы исполнение этих заповедей, скажем Было для нас делом таким же естественным, как для птицы, естественно, летать А для рыбы, естественно, плавать Если говорить языком самой же Тары, то закон не может обрезать нам сердце Если говорить языком пророков, он не может дать нам сердце новое Из плоти взамен сердца каменного Почему? Потому что это может сделать только сам Бог Такую операцию на сердце, трансплантацию сердца В этом есть суть Нового Завета И эту операцию делает в нашей жизни только сам Господь Бог В том же самом послании к кремлинам Апостол Павел говорит верующим еще одну очень важную вещь Касающуюся закона На которой мы остановились в прошлый раз Грех, пишет Павел, не должен над вами господствовать Потому что вы не под законом, а под благодатью И сегодня я хочу задержаться на этих словах По нескольким причинам Во-первых, выражения «не под законом», «под благодатью» Положа руку на сердце, они непонятны И мало того, что они непонятны, сам Павел еще не объясняет нигде в своих посланиях, что он имеет в виду Используя такие вот словосочетания, что вы не под законом, вы под благодатью Поэтому для нас, скажем, просто читателей синодального перевода Где они встречаются По большому счету это просто религиозные слова Не наполненные реальным смыслом Это очень жаль Потому что, и это вторая причина Потому что Павел пишет, что именно в этих словах Заключается один из ключей К освобождению от господства греха в нашей жизни Послушайте еще раз Грех не должен над вами господствовать Почему? Потому что вы не под законом, а под благодатью Другими словами, именно по этой причине Что вы, вот именно в такой ситуации Не под законом, а под благодатью Вы не должны быть во власти греха И третья причина, по которой я хотел бы остановиться подробно на этих словах Она в том, что здесь, в этом стихе В этом сопоставлении закона и благодати Мы как раз видим один из тех примеров Когда закон и благодать как будто противоречат друг другу Мы много уже говорили о том, что есть эти противоречия И мы очень часто не знаем, что нам с ними делать Поэтому сегодня мы поговорим о том Что Павел имел в виду Написав такие слова Если перефразировать его, то можно сказать так Вы не под законом, а под благодатью Поэтому грех не должен господствовать над вами Из этого утверждения можно, во-первых, сделать два вывода чисто логически Первый вывод такой Невозможно быть одновременно И под законом, и под благодатью Еще не вдаваясь в то, что именно Павел имеет в виду Уже из самого построения этой фразы Понятно, что вы или под законом, или под благодатью Но не там и там одновременно Это первое, чисто по логике И второе, если вы под законом, грех может господствовать в вашей жизни Но теперь вопрос все-таки Что же это значит под законом или не под законом Что значит под благодатью Начнем с законом В прошлый раз, я просто напомню Речь у нас шла о том, что это выражение не под законом Никак не может означать Не под законом, как мы поняли Не может означать без закона То есть Павел не мог призывать, конечно же, верующих Жить беззаконно То есть нарушать закон Или делать вид, что его не существует вообще И также мы должны учесть Мы об этом, по-моему, тоже говорили Что Павел не обращался с этими словами Исключительно к нееврейским верующим в Ешу От которых соблюдение Тары, Моисеевой Изначально данной Израилю И так не ожидалось В общине Рима, в которой он писал это послание Где мы встречаем эти слова и эти выражения неоднократно Были как евреи, так и неевреи И более того, очень интересно, что в первом послании к Коринфянам Главе 9 Павел сам о себе пишет именно в таких выражениях Он говорит, что я не подзаконный Кстати, в синодальном переводе эта фраза отсутствует У Кузнецовой она есть Но в греческом тексте, если переводить слово в слово, написано так Послушайте, пожалуйста Он пишет И я оказался иудеем, как иудей Чтобы иудеев я получил, как прибыль Это буквальный перевод, поэтому немножко корявый Теперь послушайте Для которых подзаконом, как подзаконом Несущий сам подзаконом Павел говорит о себе, что сам он не подзаконом Чтобы которых подзаконом я получил, как прибыль Таким образом, этот статус, если так можно это назвать Или состояние не подзаконом Относится одинаково, как к евреям верующим в Ишуа Так и к неевреям верующим в него И что же эти слова означают Кузнецова их переводит как неподвластный закон Но в таком случае мы с вами имеем Если вы уловили Очередной парадокс Потому что мы говорили, что в книге Деяний Апостол Павел представлен Уже после встречи с Ишуа, не только до А именно после встречи с воскресшим Ишуа На намазской дороге он представлен как человек, как еврей Который продолжает жить по-еврейски И более того, он говорит о себе, что он по сей день является фарисеем То есть он не оставил целиком и полностью еврейскую традицию С одной стороны А с другой стороны, здесь в первом коринфянам он говорит о себе Как о человеке, который сам при этом не под законом Возникает вопрос, как же это возможно Жить чисто, вот ты окружающимся Ты на окружающих, ты производишь впечатление абсолютно До мозга костей еврея Ты торопишься на праздник Что вот в Иерусалим, как Тарато заповедует евреям И так далее, и так далее А при этом Сам себя ты называешь Человеком не под законом Более того Ты пишешь в своем послании Что не слушатели закона Оправданы будут, а кто Исполнители закона будут оправданы Другими словами, от нас, от верующих Вишуа С одной стороны Ожидается исполнение закона И при этом он говорит Что вы не под законом И именно по этой причине Грех не может господствовать в вашей жизни Налицо парадокс Давайте постараемся разобраться В чем тут дело Для начала давайте уточним Что такое быть под законом То есть под властью закона Хотя слово Тара и означает учение И сама Тара содержит Пяти книжек Моисеева Содержит много учения Тем не менее, по сути своей То, что Бог дал Моисею на горе Синай Это все-таки закон То есть, если говорить сегодняшним Юридическим языком Это конституция Конституция древнего Израиля Закон был частью завета Израиля со Всевышним С Богом И определял Как народ Всевышнего Должен жить в той земле Которую Господь Бог пообещал Отцам Братцам Аврааму, Ицхаку и Якову Мы с вами отлично понимаем Что любого общества Которое хочет иметь свое лицо И хочет сохраняться На протяжении достаточно долгого времени Такая конституция Обязательно должна быть Она должна содержать Как минимум две группы законов Одни должны указывать Как надо жить И соответственно Как не надо И другая группа законов В другой группе Должны быть те законы Которые определяют наказание Преступникам Нарушающим законы Из первой группы То есть, закон говорит Вот это делай Вот это не делай И есть должен быть еще один закон Который говорит Что будет тому Кто нарушил То есть, кто сделал То, что делать не надо Окей? Хорошо В Израиле мы с вами видим Что таким механизмом защиты От преступников То есть, как бы Защиты общества От тех, кто разрушает его изнутри У нас есть армия Которая защищает наше общество От тех, кто посягает на него снаружи А еще есть Вот, может быть Нарушители законов Которые не дают нам спокойно жить В Израиле механизмом защиты От таких преступников Был суд Основанный на чем? На заповедях Тары Такие грехи, как Идолопоклонство Лжепророчество Непочтение к родителям Непочтение к священникам Убийство, блуд Прелюбодеяние И ряд других тяжких грехов Карались смертной казнью Причем, в некоторых случаях Этот смертный приговор Приводить в исполнение Должны были, во-первых Свидетели преступления А во-вторых Так же и весь народ Который можно было собрать Который присутствовал При этом так или иначе Менее тяжкие грехи Соответственно Оказывались менее строго Но тем не менее Наказание за них Было прописано В Таре Моисеевой Черным по белому Вот что такое Жизнь по закону Или под властью закона То есть В этой системе Мы с вами должны Это четко понимать Что закон В этой системе Это не просто Учитель религии Или морали А это еще Можно так сказать Юридический справочник Животное Для отечения Вашего греха Особенно если Этот грех Совершен вами Нечаянно То конечно же Суд Божий Гораздо Менее строг По сравнению С ситуацией Когда вы умышленно Грешите Но Так или иначе Если это просто Моральный грех Это одно дело Вы раскаялись Вы принесли Жертву За свой грех И грубо говоря Тем самым И отделались Но если вы Совершили преступление То Покаяние И Жертвоприношение Простите Могут Не помочь Есть ситуации Когда вы Должны Поплатиться За свое Преступление В том числе И грех Который при этом Является Жизнью А Высшая мера Наказания Есть такая Неприятная Вечь И кстати В этой связи Приходит на память Известная история Из восьмой главы Евангелия От Иоанна Где Кишо Приводит Женщину Взятую В прелюбодеянии И говорят ему Моисей В законе Повелел Таких Побивать Камнями А что на это Скажешь ты И Учтите Что те Кто ее привел Они не лгут Потому что Если мы Почитаем с вами Что говорит Тара В отношении Таких ситуаций То и в книге Левит И в книге Второзакония Действительно За прелюбодеяние Полагается Смертная казнь Через Побитие Камня И В этой же связи У меня вопрос К вам Дорогие Зрители И слушатели Вы хотели бы Жить В стране Где за Вышеперечисленные Грехи То есть Идолопоклонство Непочтение к родителям Священникам И так далее Человека казнят Но хочу подчеркнуть Не только за убийство И идолопоклонство И супружескую измену Вот Не только за убийство То есть Другими словами Простите Не только за убийство То есть Мы понимаем Что убийство Это тяжкий грех Но представьте себе Что вы живете В стране Где казнят Не только за убийство Но также за За непочтение К родителям Или за идолопоклонство И мой вопрос Хотели бы вы Жить В такой ситуации Пожалуйста Не поймите меня Неправильно Я ни в коем случае Не призываю Ни к непочтению К родителям Ни к супружеским Изменам Ни к чему такого Я просто спрашиваю Что вы думаете Насчет этого Хотели бы вы Например Чтобы ваши дети Верили В того же Бога В которого верите вы Из страха Перед смертной Казнью Ну да Вот представьте себе Жизнь по такому Еврейскому шариату Если так можно выразиться То есть Поклоняться правда Все должны не Аллаху Как мусульмане Которые живут По настоящему шариату А Богу Аврама И Цхака и Якова И кто не хочет Ему поклоняться А решит Что ему например Ближе атеизм Или буддизм Тому смерть Вы хотите Такой жизни Себе И своим детям Я подозреваю Что вы ответите Спасибо нет И тогда Мой следующий вопрос К вам такой Если вы говорите Что вы живете По таре Или вы говорите Что вы хотите Жить по таре Что вы на самом деле Имеете ввиду Пожалуйста Проясните Потому что Жизнь по таре Как мы с вами Сейчас Достаточно ясно По моему Увидели Она включает в себя В том числе И вот такие Неприятные Моменты И соответственно Я хочу спросить Может быть точнее Было бы говорить Что вы живете Или хотите Жить По той части Тары Которая не доставляет Вам неприятностей С властями Вашей страны Ведь представьте себе Что если вы У себя в общине Ведете Смертную казнь Через побитие Камнями За непочтение К родителям И прелюбодеяния Ваше правительство Заинтересуется Мессианскими Общинами И мессианским Иудаизмом Гораздо живее Может быть Чем оно Интересуется До сих пор Это совсем Не тот интерес Который вы хотите К себе вызвать Я думаю И еще раз Хочу оговориться Не поймите меня Неправильно Я еврей Я вырос В еврейской семье Но в нерелигиозной Еврейской семье И поэтому Мой путь К иудаизму Долг и тернист Я ценю Своё еврейское Наследие По крайней мере То которое Постепенно Открываю Для себя И считаю Скажем так Аутентичным И актуальным Для себя Я дорожу Этим наследием Но я также Никогда не забуду Того Что я вырос В тоталитарном Государстве Что я вырос В советском Режиме Где была Только одна партия Только одна Точка зрения Доступная Правильная И где Всякое Инакомыслие Каралось Очень жестко Я помню Этот режим Очень хорошо Не питаю К нему Никаких теплых Чувств И не хочу Снова Жить В чем-то Подобным Даже если Все это Будет Называться Еврейской Теократией Аля Моше Рабейну И исполняться Под веселые Хасидские Мелодии По мне Уж лучше Наша Израильская Еврейская Демократия А не Теократия При всех Ее То есть Нашей демократии Абсурдах Иногда И Недостатках Итак Вот В общих Чертах Что такое Жизнь Под властью Закона Жизнь Под Тарой Так что же Тогда Соответственно Значит Быть Не под Законом То есть Не под Властным Таре Очевидно Это значит Прежде всего Не подчиняться Суду Тары И как это Работает на практике Мы уже Видели С вами Или мы можем Увидеть В Евангелиях На примере Которую мы Только что Упоминали С грешницей Которую Привели К Ишу Его ответ Кто из вас Без греха Первый Брось На нее Камень Заставляет Людей Которые Хотели Заманить Ишу В ловушку Задуматься Понимаете Тара В таких Ситуациях Обратите Внимание Она Не призывает Тебя Задумываться Она не призывает Долго Размышлять Она Сдают тебе Простые Вопросы Преступление Доказано Доказано Значит Преступник Должен Понести Справедливое Наказание Вперед Размышлять Больше не о чем За тебя Уже подумал Бог И уже Сказал тебе Что в такой Ситуации Нужно Делать Тебя надо Сейчас Дорогое Не размышлять А действовать Бери камень И швыряй Посильнее Однако После того Как Ишуа Произнес Вот эту Фразу Кто из вас Без греха Первый Брось На нее Камень Эти люди Стали уходить Один за другим И Иоанн пишет Будучи Обличаемы Совестью Очевидно Никто из них После этого Обличения Не счел Себя В праве Бросить Камень То есть Не счел себя Безгрешным И более того Вполне возможно Что некоторые Из них вспомнили За собой Тот самый грех Который Когда-то Может быть Они совершили За который Сейчас Они хотели Казнить Человека Другого Это первый Результат Которого Ишуа Добился Своими словами Второй Тот Что женщина Которая Согласно Таре Должна была Понести Справедливое Наказание За свой грех Осталась жива И он Спрашивает ее Где Обвинители твои Никто не осудил тебя Она отвечает Никто Господи И тогда Он говорит Такие слова И я Не Осуждаю Тебя Иди И впредь Не греши Отметим сразу Что словами Впредь Не греши Ишуа Ишуа Не Не Осуждаю Тебя Они важны Не меньше Чем Следующие Три Без этих Четырех Слов Я Не Осуждаю Тебя Фраза Впредь Не греши Я Подозреваю Женщина Не Расслышала Бы Ее И вот Мы с вами Благополучно Подошли Вплотную К смыслу Выражения Не под Законом А под Благодатью Продолжение следует Через неделю Оставайтесь С нами Спасибо